Сегодня Международный день пожилого человека. Долгое время в нашей стране таковыми принято было считать лиц, достигших пенсионного возраста, особенно если они вышли на заслуженный отдых. А во времена Пушкина пожилыми называли людей слегка за 40. Но, к счастью, с тех пор многое изменилось. Наши пожилые современники в большинстве своем бодрые духом и телом граждане с активной жизненной позицией, сохраняющие когнитивные способности, чувства юмора и творческие устремления. Начнем с того, что эти люди продолжают успешно трудиться в самых разных отраслях. Сергей, как в самочувствии после вибрации? Нормально, хорошее. Хорошее? Да, самочувствия. Ну все, сегодня тогда будешь лежать, завтра будешь вставать, ходить, пить, есть можно завтра чуть-чуть. Николай Иванович Теплов – хирург Ядринской районной больницы. Ему 62 года. Для врачей – это пора профессионального расцвета. Как жить без работы он не представляет. Хирург – образ жизни. Хирург без этой работы не может жить. Если он действительно хирург, он живет этой жизнью, без этого не может он жить. Надо ему каждый день на период что-то делать. Здравоохранение и образование, промышленность, органы госвласти – во всех этих и других сферах опыт и мудрость пользуются большим авторитетом. Причем люди в возрасте продолжают уйти в ногу со временем, легко осваивают новые специальности, приобретают новые навыки. Только за прошлый год более 2,5 тысячи жителей Чувашии прошли курсы переподготовки или повышения квалификации, каждый пятый пожилого возраста. Наиболее востребованными среди граждан пожилого возраста являются такие курсы, как курсы флористики, дизайна, курсы архивного дела, кадрового дела, курсы в области охраны труда. Мотивация у граждан пожилого возраста очень большая. Так, например, за прошлый год у нас порядка 500 человек прошло повышение квалификации и переподготовку. Особенно востребованы курсы компьютерной грамотности. Даже перестав работать, эти люди не сидят без дела. С выходом на пенсию у многих открываются садоводческие наклонности. Благо, для этого достаточные силы времени. Что только не выращивают на своих участках наши земляки. И это в Чувашии, территория которой относится к зоне рискованного земледелия. У меня сейчас в саду только подоносящего винограда 70 сортов. 70 сортов круж, где-то 80 сортов яблонь, испытал я. Вот размножаю где-то 50 сортов. Алыча кибридная у меня. Пять сортов в настоящий момент плодоносит. Грецкий орех есть. Старшее поколение обладает не только высокой работоспособностью и трудолюбием, но и готовностью прийти на помощь. В комплексном центре социального обслуживания населения Чебоксар запустили первый в России проект «Экспресс-бабушки». Женщины-пенсионерки помогают молодым родителям приглядывать с детьми. Встречают их из школы, отводят в кружки. Проект «Экспресс-бабушки» стал победителем всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов. Это еще раз доказывает, что у волонтеров нет возрастных ограничений. Впрочем, давно известно, что границы своих возможностей человек устанавливает сам. И если он решил как можно дольше оставаться легким наповьем, активным и жизнерадостным, так оно и будет. Валентина Боброва, к примеру, на вашей экран забирается за три минуты, причем по несколько раз в день. Уже 43 года она трудится крановщицей. Говорит, что лучшей работы не придумаешь. Очень красивый вид. Это Волга видно, за Волгой леса. Все можно смотреть. Полгорода на ладони. Любуюсь, любуюсь, не могу налюбоваться. В общем-то, ничего особенного. Многие женщины работают крановщицами. Правда, есть одно но. Нашей героине 68 лет. Видимо, из-за таких, как Валентина Арсеньевна, Всемирная организация здравоохранения и пересмотрела возрастные категории. Теперь люди от 18 до 44 считаются молодыми, до 75 лет старшее поколение, и лишь потом наступает старость.